Воронежские поэты Воронежские поэты Воронежские поэты В каких номинациях каждый из вас участвовал? Я участвовал в номинации поэзии Паша тоже участвовал в номинации поэзии Я вошла в число финалистов Паше немножечко не повезло, но зато повезло С сертификатами на книге Нам обоим Так, хорошо, расскажите, что представляли? Какие ваши произведения? Ну, это сборники стихотворений О чем стихи? О разном О любви, о философии Поэзии, да, есть три основных темы И четвертая такая дополнительная, факультативная Это жизнь, любовь, смерть и сама поэзия Все стихи о жизни, о любви, о смерти и самой поэзии Вы вернулись сертификатами на издание книг Есть ли какие-то у вас идеи уже, что вы издадите? Очень хотелось бы реализовать концепцию той книги Которая изначально подавалась на премию Возможно, разнообразить ее какими-то другими текстами Потому что, когда я собирала эту заявку Я прям даже удивилась, как оно все лаконично ложится в одну линию И очень надеюсь, что это удастся реализовать Ну, была представлена рукопись книги Конечно, она будет иной, да Потому что есть еще время За это время можно много чего прожить Написать что-то новое У меня, например, написывается лирой эпическая поэма «Хаснапур» Которая, я думаю, в эту книгу войдет И такой своеобразный итог какого-то ученического периода И выпуск книги Это, конечно, в первую очередь важно не так для читателя, как для автора Потому что очертить определенный этап Вот, твои стихи вышли из тебя, они отделились И, собственно, они вот есть Их можно поддержать, они есть в книге Это очень важно, в первую очередь, для молодого поэта, прозаика, любого другого деятеля культуры Вы с таким воодушевлением говорите о творчестве Расскажите, как вообще рождаются стихи у каждого из вас Внутреннюю кухню поэта рассказывать не самое правильное дело Ну, хотя бы приоткройте так Вообще, если говорить о кухне, то рождается по-всякому Пастернак говорил, что есть какая-то одна божественная строчка И самое главное поэту живому, ее не испортить Собственно, так вся кухня-то и построена Возникает что-то, слово, строчка в разном хаотичном порядке И вот тебе необходимо все это соединить во что-то То есть это ни в коем случае не ремесло Но труд поэта в первую очередь также важен То есть ты также сидишь над текстом Есть какая-то процедура редактирования Но, конечно, первоначально это вот этот поэтический замысел Который возник и который главное не потерять В какое время он возникает? Утром, в обед, вечером? Может быть, какая-то есть тенденция? Вы наблюдали? Или, может быть, в этот момент вы где-то находитесь, путешествуете? Вот когда именно? Тенденции нет, а возникает обычно, когда не нужно То есть и в поездках, конечно, и в каком-то домашнем уюте И, конечно, со стихотворением ты ходишь очень долго Вот ты как мать, да, вынашиваешь будущую мать Это стихотворение месяц, два, три, может быть, больше Иногда это рождается вот сразу, в попыхах, на ощупь, не в попад И это, конечно, процесс, который нельзя зафиксировать, да И здесь нет никакой, на самом деле, тенденции Он случайен, да, как говорил, опять же, Пастернак И чем случайнее, тем вернее Вот Дарья, как у вас? У меня... Я сейчас очень удивилась Потому что у нас вообще с Пашей немного разнятся взгляды на поэзию, на процесс творчества Но вот насчет строчки, да, удивительно Удивительно что-то совпадает Очень сложно назвать какие-то конкретные вещи Это всегда что-то случайное Это может быть, я не знаю, рисунок облаков Это могут быть фасады зданий, с которых сняли рекламные щиты Это может быть все что угодно Может быть какой-то человек, может быть какой-то звук, может быть какой-то запах Но, на самом деле, первично это всегда какой-то образ, какая-то строка, какое-то слово И от слова идешь, и потом оно раскрывается так, как ты, возможно, не ожидаешь А зачем вы пишете стихи? Это выражение ваших эмоций Вы хотите славы Вот какая цель преследуется? Недавно в июньском номере знамени Молодых поэтов, прозаиков, критиков Спрашивали о новых литературных форматах И, собственно, моя заметка, эссе такое, есть там И там я говорю о том, что важны те, кто живут и дышат литературой И не представляют жизни без нее Славы в наше нелитературное время толком-то и не получишь Во-первых, кормушка не так велика Во-вторых, да и дело это сомнительное Как вы образно изъясняетесь, очень красиво Вот Дарья? Мне хочется, чтобы меня услышали Мне хочется, чтобы моими глазами посмотрели на мир читателей Возможно, увидели бы что-то знакомое, но при этом новое Очень хочется, чтобы просто твой голос звучал А на какой аудитории он будет звучать, это вторично Вы сегодня принесли книги Что это за книги? Мы здесь видим и ваши сертификаты на издание книг Я могу рассказать о «Сибирских огнях» Нашем современнике Собственно, в первом номере в январском уже текущего года Опубликованы 8 воронежских поэтов Включая нас с Дашей, молодых поэтов воронежских Напечатано по нескольких стихотворений Сам журнал издалека, это Сибирь Вот, поэтому Воронеж растянулся и до этого А вот эти два издания? Вот, «Сибирские огни», как раз о них речь Наш современник, собственно, при нашем современнике будут изданы книги В пятом номере моя подборка, которая получила название «Трехмерный космос» И эта подборка еще вошла в длинный список премий «Восхождение» Это сборник, который выпустили по итогам прошлогоднего Областного воронежского совещания молодых литераторов Здесь представлено очень много молодых ребят С интересными текстами и прозой, и поэзией Вот, похвастаюсь то, что назван этот сборник По названию моего рассказа Вот, мне было очень приятно, когда я об этом узнала Ну и вообще сборник получился нерегионального качества, как мне кажется И если кому-то попадется он на глаза, будет здорово, если почитают Смотри моими глазами, да? Да Красавчик Тогда в завершении, может быть, дадите несколько советов Что делать начинающему писателю? Кто пишет сейчас пока в стол? Как сделать так, чтобы тебя услышали, тебя заметили? Как писатели? Ну, просто нужно выходить к людям Всеми возможными доступными способами Подаваться на конкурсы, подаваться на совещания Нужно быть в контексте Да, многие считают, что литературы, поэзии особенно Сегодня нет Что все это куда-то ушло И, собственно, поэзией занимаются люди Которых нельзя назвать поэтами, да? Различные певцы и прочее На самом деле поэзия живет И поэзию всегда читало очень мало людей Это один, два, максимум три процента населения Страны нашей России, да? Входившие всегда в так называемый топ-10 по количеству населения И возникают вопросы А с другой стороны иерархия такова, что всегда было так И с этим ничего, к сожалению, не сделаешь А в поэзию, в литературу приходит всегда то, чего не было до этого Есть, конечно, традиция Собственно, у нас есть золотой, потом серебряный век, шестьдесятники Очень много всего И всю эту традицию необходимо продолжать Да, одновременно быть индивидуальным и новым И одновременно продолжателем всего этого Вот Спасибо огромное, было очень увлекательно, интересно, познавательно Напоминаем, у нас в гостях были Председатель Совета молодых литератров города Воронежа При Союзе писателей России Поэт и соист Павел Сидельников И поэт-прозаик, актриса театра равных Дарья Князева Оставайтесь с утра вместе С нами всегда интересно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова